МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водство Самарского РКЦ «Прогресс» произошел с космодрома Плесецк в штатном режиме. Через две минуты после старта Союз был принят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса Управления главного испытательного космического центра имени Германа Титова. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Его системы работают в штатном режиме. Оптическая аппаратура космического аппарата также позволяет производить съемку поверхности Земли, уточнили в Министерстве обороны. Акцент на ясли в историческом центре Самары открылся новый корпус 56-го детского сада. Здесь создали три группы для малышей, в которые уже приняли 75 воспитанников. Своими впечатлениями о новом дошкольном учреждении поделится мэри Елчан. Внимание Саши привлекают множество новых игрушек. Это первый день малыша в яслях. Родители хотели, чтобы ребенок ходил именно в 56-й детский сад. На очередь в ясли Светлана Наумова встала с самого рождения ребенка. Сейчас мальчику почти три года. Его мама признается, открытие ясельной группы – праздник для семьи. Мы рядом живем, тут на Чапаевской. И как бы планировали попасть в Самарском районе в детский сад. И вот надеялись, что нас возьмут как можно раньше. И вот так произошло, что мы попали даже раньше, чем даже надеялись. В новых ясельных группах будут воспитываться 75 детей. Когда малышам исполнится три года, их распределят старшие группы. Благодаря нацпроекту «Демография» в здании сделали капитальный ремонт. Для детей созданы все необходимые условия, чтобы играть, отдыхать и развиваться. Мы провели капитальные ремонтные работы. Выделили колоссальные денежные средства. Мы приобрели новейшее оборудование технологическое на пищеблок. Полную замену. Ремонт всех помещений. Ну и, конечно, мебель, игрушки, мягкий инвентарь. Все новое. Пищеблок у ясельных групп предъявляются более строгие правила. Например, здесь есть специальный прибор для обеззараживания воздуха. Он убивает все микробы. А вторые блюда малышей готовят на пару вот в таком аппарате. В детский сад приняли и новых сотрудников. Например, кроме среднего медицинского персонала появился врач гигиены детей и подростков. Он будет отслеживать за состоянием здоровья маленьких воспитанников в яслях. Педагоги совершенно другие. Другой подход в воспитании. Другой подход в уходе. Даже питание этим детям и режим совершенно другой. Мы, конечно, очень волнуемся, мы переживаем. Но мы полностью готовы оказать им здесь те условия домашние. Это единственный детский сад на Самарском районе. Именно ясельная группа, которая нам необходима. И сегодня мы его открыли. С начала 2019-го в детских садах открылось свыше 130 ясельных мест. До конца года в Самаре введут в эксплуатацию несколько новых зданий для дошкольных учреждений. Это позволит сократить очереди в сады. Мэри Елчан, Василий Калдашов, События. Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами правительства области. На заседании обсуждались вопросы реализации НАСПроектов, обеспечения жильем детей-сирот и информатизации системы здравоохранения губернии. Подробности у мэри Елчан. Областные власти до конца года закупят более 700 квартир для детей-сирот. На это потратят почти 1 миллиард рублей. К 1 января 2020 года в очереди останутся более 5000 детей. Сократить ее поможет полномерная работа с застройщиками. Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, цена за квадратный метр для этой категории граждан может быть ниже рыночной. Кроме того, на оперативном совещании обсудили введение в эксплуатацию новых школ и детских садов. План не меняем, так же 1 января. На него нацеливаемся. Хорошо бы хотя бы дети на елку, на Рождество, на русский Новый год пришли бы уже хотя бы попробовали здание. Пока нацеливаемся на это. Были подняты и вопросы здравоохранения. В 27 лечебных организациях около 2000 рабочих мест оснащены современными компьютерами. Для бригад скорой помощи закупаются планшеты с возможностью оперативной связи для консультации со своими коллегами. На сегодня в Самарской области в 45 больницах работают аналоговые маммографы. По словам руководителя регионального Минздрава, активно внедряются электронные сервисы, которые позволяют записываться на прием к врачу и проходить диспансеризацию. Запись на прием к врачу стала более доступной. Это свидетельствует, мы свидетельствуем, отмечаем это по количеству уменьшения жалоб в адрес Министерства здравоохранения на работу поликлиник. В этом году заработал единый контакт-центр, который на данный момент уже обслуживает 26 медучреждений крупных городов и районов области. Ежедневно обрабатывается свыше 1300 звонков. Губернатор Дмитрий Азаров поручил внимательно следить за всей системой здравоохранения области. Мэри Илчан, События. Более 50 миллионов рублей областные власти могут направить на приобретение пожарной техники. Эти деньги позволят закупить 9 автоцисцерн вместо устаревших машин. Поправки в региональный бюджет обсуждали на заседании Комитета по законодательству и правопорядку Самарской губернской думы. В качестве источника финансирования предлагаются дополнительные средства из федерального бюджета. Кроме того, в течение трех лет по 8 миллионов рублей могут выделить на капитальный ремонт областных пожарных депо. Это те пожарные депо, которые мы получили от федеральной противопожарной службы. И они требуют доведения до эксплуатационных характеристик проведением этих видов работ. В основном это районы Самарской области. Также депутаты обсуждали возможность предоставления бесплатной юридической помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающим с детьми в социальных гостиницах. Помощь окажут в составлении правовых документов и в защите интересов в судах. Ежегодно такой поддержкой смогут воспользоваться около 300 человек. Эти поправки депутаты рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. Самара готовится к Новому году. Совсем скоро город будет полностью украшен. В этом году появится 15 разновидностей новых светодиодных инсталляций. Какой будет праздничная Самара, узнала Мария Левина. Почти 75% новогодних иллюминаций уже смонтировано и подключено. Оставшуюся часть закончат до 1 декабря. И тогда в город придет настоящий праздник. Самарцы уже сейчас ощущают приближающийся праздник. Чувствуется приближение Нового года? Ну вот, глядя на все эти украшения, конечно, чувствуется. Мы вот на Ленинградской живем, там уже тоже мишка стоит, красивые очень, часы. В этом году улицы города украсят 15 новых сезонных арт-объектов. В том числе разноцветными огнями озарится преобразившаяся Крымская площадь. Напомним, она комплексно благоустроена в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Цветовой каскадный фонтан появится и на склоне площади Славы. 1 декабря уже будет на следующей неделе в полном объеме, как и ставит задачу губернатор Дмитрий Игоревич Азаров о том, что новогоднее украшение города должно в полном объеме быть и включено. Ну, если мы включим 31 декабря, то люди не успеют порадоваться. Помимо праздничного света появится и тот, что отвечает за безопасность на дорогах. Светофоры планируется установить до конца года на пересечении улиц Старозагора и Ташкентская, а также Фрунзе и Пионерская. Во втором случае потребность регулировки движения стоит остро. Здесь и сейчас достаточно интенсивное движение, а с водом Фрунзенского моста оно станет еще интенсивнее. Мария Левина, Константин Головин, События. Эти люди знают, как сделать города лучше. На форум практиков, который прошел в Самаре, собралось более 150 управляющих микрорайонами, председатели ТОСов и многоквартирных домов, представители администрации города. Именно от них зависит во многом благоустройство городов Самарской области. Приехали и федеральные эксперты из Москвы и Казани. Как говорят организаторы, форум в первую очередь – это площадка для обмена мнениями между теми, кто занимается благоустройством. На нем обсудили ряд практических кейсов. Например, как правильно подавать заявки на участие в национальных проектах «Жилье и городская среда» и «Экология». Как правильно управлять многоквартирным домом. Как строить общение с управляющей компанией, создавая свое ТСЖ. Познакомить людей между собой, познакомить с лучшими специалистами в этой области, которых мы сюда пригласили, да и, в принципе, из других городов. Так что к нам сегодня приезжает Самара, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск. Такого рода форумы, мне кажется, очень важны для любой территории, для любого региона, города, потому что позволяют собрать экспертов, обменяться мнениями, поговорить. Создать современный сайт, наладить работу в социальных сетях и развернуть мощную рекламную кампанию. Это лишь несколько ключевых факторов, с помощью которых можно успешно развивать уже существующий бизнес. В железнодорожном районе Самары прошел семинар для предпринимателей. Как грамотно упаковать свое дело, знает наш корреспондент Анатолий Главко. Олег занимается раскруткой и разработкой сайтов. Собственное дело открыл год назад. В штате уже работают несколько человек – программисты и дизайнеры. Молодой человек признается, чтобы успешно развивать свой бизнес, необходимо его правильно презентовать. Посетили данный семинар для того, чтобы узнать много интересного по поводу упаковки бизнеса, именно для того, чтобы понять, как правильно презентовать продукт клиенту. В современном мире престиж компании – главный залог ее успеха. Чем раньше это понимают владельцы, тем быстрее они приходят к серьезным результатам, оставляя своих старомодных конкурентов позади. По словам специалистов, хорошая упаковка своего дела – это не только красивый сайт. Помимо информационного ресурса, целеустремленным предпринимателям нужно развивать сообщество в социальных сетях, создавать наружную рекламу и делать электронную рассылку. Уже готовый бизнес можно выгодно продать и получить хорошую выручку. Этот термин означает бизнес и все оболочки, в том числе маркетинговые, для продажи, которые вы можете дать, его плюсы, минусы, организация внутри предприятия, если мы говорим про бизнес, да, вот это все в комплексе, это вот упаковка бизнеса. Организатором бизнес-семинаров, которые проходят практически ежедневно, выступает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. До конца года в Самаре проведут еще 9 специализированных семинаров. Предпринимателям расскажут о презентации бизнеса, мерах его поддержки, финансовой грамотности и правовых нюансах. Анатолий Головко, Григорий Плешаков, События. От детской площадки до дополнительных уроков для школьников. На прием депутата Госдумы Александра Хинштейна приходили люди с совершенно разными вопросами. Алексей Куколкин на встречу записался через соцсети. Он выступил с инициативой проводить в старших классах уроки по навыкам ведения переговоров. Преподаватель готов при этом сам, безвозмездно. Он работал в банковской сфере, у него большой опыт. К Александру Хинштейну также обратились жители с просьбой помочь в развитии военно-патриотического музея в техническом лицее. Жаловались люди и на нерадивых коммунальщиков. Всегда на приемах приходят люди с частными жалобами или с вопросами, которые касаются десятков, сотен, тысяч людей. Далее коротко о других событиях дня. Самарские полицейские со стрельбой остановили лихача на шестерке. Как сообщает пресс-служба областного полицейского главка, водитель не остановился по требованию на огромной скорости и попробовал оторваться от преследователей. Поэтому силовикам пришлось применить табельное оружие. Выбрав безопасный участок дороги, инспектор АДПС сделал предупредительные выстрелы в воздух, но нарушитель продолжил движение. Только после этого были произведены выстрелы по колесам автомобиля, и водитель был вынужден остановиться. Выяснилось, что за рулем находился 36-летний житель Богатовского района, который ездил без прав. В отношении мужчины составлено несколько административных материалов. На Волге утонул рыбак. На его автомобиль и вещи наткнули случайные прохожие. В одном из затонов реки в селе Александровка в Безинчукском районе очевидцы нашли вмерзшие в еще не окрепшие лед рыбацкие сапоги. На берегу был припаркован автомобиль с рыбацкими снастями. Спасатели обследовали акваторию и нашли тело погибшего. Им оказался 53-летний мужчина. В Самаре сотрудницу вуза подозревают в получении взятки. За 20 тысяч рублей она обещала зачислить абитуриента на заочное обучение без экзаменов. 48-летний педагог деньги получила в своем рабочем кабинете. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы. В Самаре ищут подрядчика для нового моста через реку Сок. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок. Согласно условиям контракта, исполнителю предстоит построить двухполосный мост. За эти работы региональный Минтранс готов заплатить 991 миллион рублей. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 2 декабря. Итоги подведут в тот же день. Напомним, о возведении еще одного моста, параллельно существующему, задумались в связи с расширением Красноглинского шоссе с двух до четырех полос движения. Это позволит обеспечить требуемую пропускную способность. В Самарской области потеплеет, обещают синоптики. Повышение температуры стоит ждать к концу недели. Но вместе с тем усилится ветер и выпадут небольшие осадки. В основном снег. Перемены погоды связаны с приближающимися к региону фронтальными разделами. Древние саркофаги, украшения и колесницы. В Самаре открылась уникальная выставка сокровища гробницы Тутанхамона. Она подготовлена Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Одно из первых образцов искусства древней цивилизации увидела Лариса Шалафаст. Древняя гробница фараона в центре города. В музее Алабина представлены более сотни уникальных образцов культуры Египта. Все эти вещи археологи нашли в гробнице царя почти сто лет назад. Золотые колесницы, множество различных статуй и украшения. В экспозиции предметы неподлинные. Все это реплики древних артефактов, над которыми трудились десятки специалистов, профессиональные художники и реставраторы. Центральный предмет экспозиции – золотая погребальная маска Тутанхамона. Она покрывала голову и плечи царя. Египтяне верили, что такая маска обеспечит духу правителя вечную жизнь. В гробнице египетского царя хранилось больше тысячи разных предметов. Изготовлены они были преимущественно из золота и драгоценных камней. По меркам древних египтян, эта гробница была одной из самых скромных в долине царей. Тутанхамон правил Египтом недолго. Он скончался в 19 лет. Но именно его гробница дала миру полное понимание о культуре древнего Египта, мировосприятии людей и представлениях о загробной жизни. Если бы не эта гробница, мы бы очень мало знали о том, что находилось в гробницах древних царей. Благодаря этому открытию мы увидели, что, собственно, входило. И набор предметов действительно завораживающий. Как вы увидите, множество статуэток, статуи, фигур, значение которых понятно только в комплексе. Познакомиться поближе с культурой древнего Египта самарцы могут в течение двух месяцев. Выставка «Сокровище гробницы Тутанхамона» в Самаре открыта до 2 февраля. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События. Стихи о войне декламируют школьники. В Самаре прошли первые ляпинские чтения. Их посвятили памяти Галины Ляпиной, труженицы тыла, самарского писателя и профессора. Она жила в крутых ключах, активно участвовала в жизни микрорайона. Стала автором книги, где собраны ее личные воспоминания о войне и мемуары мужа фронтовика. О памяти и связи поколений наш корреспондент поговорил со школьниками и ветеранами. «Войну в разы двадцать перешил я. Одну в детстве, как игрой. И вторую встретился со смертью. Не в игре, а наяву». Это стихотворение третьеклассница Вера Рощупкина выбирала вместе с мамой, готовилась и репетировала две недели. В стихотворении рассказ о детстве человека, который впоследствии воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Эти строчки Вера прочитала на ляпинских чтениях, посвященных памяти профессора, писателя, труженицы тыла Галины Ляпиной. «Оно не очень такое и грустное, и невеселое как раз для конкурса. О том, как человек пережил войну». Для чтения школьники выбирали стихи из книги «Война, любовь, семья, Россия». Ее когда-то начинал писать Василий Ляпин, участник войны. После его смерти Галина Ляпина сама начала собирать и дополнять его мемуары. Организаторы чтения говорят, это хороший способ познакомить школьников с историей страны. «Очень важна именно передача памяти ветеранов, то чувство, с которым они живут, та любовь к родине, которую они испытывают, которую они до сих пор несут, в данном случае нам, как жителям крутых ключей». «В книге в этой тоже описано подвиг их, их родителей, подвиг нашего советского народа, как мы сражались, как мы победили в этой трудной войне». Чтения обязательно станут традицией, обещают организаторы. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Волейбольный клуб «Новы» никак не может победить в чемпионате России. Прервать серию поражений не получилось и в первой домашней игре. А вот у самарских баскетболистов дела гораздо лучше. Областная федерация подвела итоги работы за 2019 год. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Хотите знать о самарском спорте и спортсменах как можно больше? Смотрите «Самар ГИС». Победа клуба «Самара» в российской мужской суперлиге – главное достижение самарского баскетбола в этом году. Но далеко не единственное. Сборная 14-летних девушек Самарской области выиграла бронзу первенства России. А 13-летние юноши стали лучшими в стране. В этом году в системе баскетбольного клуба «Самара» появилась и женская команда, которая успешно стартовала во второй суперлиге. Мы сыграли всего шесть игр. Из них мы пять выиграли, одну проиграли. Идем на первое место в турнирной таблице. И сезон продолжается. Пока ничего такого, каких-то выводов рано делать. Итоги прошедшего года подвели на ежегодном собрании Баскетбольной Федерации. По информации Министерства спорта, баскетболом в области сейчас регулярно занимаются 35 тысяч человек, что на 14% больше, чем в прошлом году. Этому способствует и появление новых уличных площадок, и большое количество профессиональных и любительских турниров, которые регулярно проводятся в регионе. В одном из таких «Самара Оупен» в этом году приняли участие рекордные 274 команды. Задача Федерации больше сводится к решению вопроса, связанных как раз с массовым баскетболом, практику проведения турниров, переноса среди детей, ветеранов, турниры, которые завоевали сегодня уже и авторитеты, любовь среди баскетбольной жизни России. В областной Федерации баскетбола уже утвердили программу развития на пять лет вперед. Приоритеты прежние – развитие массового и детско-юношеского баскетбола, а также работа по повышению квалификации тренеров и арбитров. Волейбольная «Нова» игру с питерским «Зенитом» начала уверенно. Первые голы были в ее пользу, но затем гости инициативу перехватили 7-7, и матч пошел по сценарию гостей 12-17 в их пользу. Однако и «Нова» показала характер, сократив отставание до одного мяча 20-21. А вот довести дело до победы в первой партии лучше получилось у «Зенита» – 25-21. Начало чемпионата, и тяжело идти с поражениями, потому что на моей памяти тоже так были, это серия поражений, это очень тяжело. Главное, любой вдох, любая победа, какой бы она ни была, легкая, сложная, но сильная с перегонослава, она очень будет важна. Вторая партия у хозяев площадки не сложилась. В атаке и на сетке «Зенит» выглядел увереннее. Концовка вообще превратилась в формальность 25-16. «Становление команды, новой команды практически, да, это непростой момент. Вот сегодня еще и плюс, к тому же домашняя площадка показала, что да, они могут играть, могут на высоком уровне играть, но для этого нам нужен был толчок. Толчок сегодня произошел, да, практически, скажем так, с крючка сорвались». В третьей партии «Нова» сотворила чудо. Она выиграла впервые в этом первенстве страны. Козырем стали безупречные подачи. «Зенит» попытался вернуться в игру. Даже счет сравнял – 13-13. Однако волжане своего добились, победив в партии 25-19. Они доигровки, принимают уверенность. Вот совсем другая ситуация. Вот это очень хороший урок от сегодняшней игры. Все решал четвертый сет, который пощекотал нервы болельщикам и спортсменам. Вперед выходила то одна, то другая команда, но гости выиграли на классе. 25-23 в партии и 3-1 в матче. «Нова» по-прежнему занимает последнее 14-е место в Суперлиге. Питерский «Зенит» 6-й на вершине турнирной таблицы первенства страны «Новосибирский локомотив». Это были «Самарские новости спорта». Я Сергей Кизоркин. До встречи в эфире и на спортплощадках города. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова